В Севастополе стартовала реконструкция одного из знаковых туристических объектов здания византийской истории. Она входит в комплекс музея-заповедника Херсонес-Таврический. В постройке 19 века протекла крыша. Под угрозой оказалась экспозиция более 3000 бесценных артефактов. Что помимо инженерной коммуникации планирует восстановить, выяснял наш собственный корреспондент в Крыму Никита Васильев. Маленькая Италия, средневековая обитель, уголок умиротворения. Византийский дворик — место, которое притягивает туристов. В этом здании архив, администрация и самая большая экспозиция музея. И всё это оказалось в опасности из-за аномально дождливого лета. Были обнаружены значительные протечки в наших зданиях экспозиционных. И, зная эту ситуацию, Министерство культуры Российской Федерации собирало информацию о пострадавших объектах культурного наследия, о музейных зданиях. Нам были выделены деньги на проведение противоаварийных работ. Внутри более 3000 экспонатов. История средневекового города, начиная с 4 века нашей эры и до гибели Херсонеса. Фрески, иконы, мозаика — предметы, которым необходим постоянный климатический режим. То, что мы храним здесь, — это предметы археологии. То есть те предметы, которые не меньше тысячи лет пролежали в земле. Какие в них были запущены в этот момент процессы физико-химические, мы не знаем. Естественно, реставраторы их приостановили. Но для сохранности предмета соблюдение температуры и влажности очень важно. У монастырской постройки второй половины 19 века никогда не было охранного статуса. Сами монахи сделали пристройку, крыльцо. После революции были внутренние перепланировки. Сначала как дома инвалидов, затем как музейного помещения, где одно время были даже квартиры сотрудников. Корпус Херсонесского монастыря был построен в 1860-х годах. И с тех пор постоянно нуждался в проведении противоаварийных работ. Всему виной суровые климатические условия. Это и перепады температуры, и повышенная влажность воздуха из-за близости к морю, и сильные штормовые ветра. Страдают, конечно, деревянные элементы конструкции и пористый инкерманский камень. Во время Великой Отечественной войны Севастополь был разрушен на 97%. Это здание – одно из немногих сохранившихся. Пострадали только крыша и фасад. По документам в здании на тот момент было 128 окон, из них 109 было заменено. То есть можно представить, какие колоссальные разрушения потерпел фасад этого здания. Ну и, конечно, были заложены пробоины и была починена кровля. В рамках работ заменят систему слива, чтобы вода не попадала на стены. Фасад зачистят и покроют средством от грибка и влаги, который сохранит натуральный цвет камня. Оставят только следы от пуль и осколков времен войны. И надписи, сделанные защитниками Севастополя. Планируется, что к турсезону главная экспозиция музея-заповедника вновь будет открыта для посетителей. Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. ТВ-центр. Севастополь.